МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". На интере подробности о главных событиях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева смотрите в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Градами по автобусу с мирными жителями. 10 человек погибли, 13 ранены под Волновакой. Надежда Савченко, судебная система, жилье в АТО и схемы олигархов. Депутаты за работой. Куда уходят деньги беглых экс-министров Януковича? Как работают эти схемы и кто их реализует? День принятых решений, судебная реформа, жители зоны АТО, олигархи и их кампании. Все это сегодня в парламенте. Кому и чем придется делиться? И кто кому демонстрирует поддержку голосованиям? Подробнее Екатерина Лысенко. Мы можем начать первое заседание Верховной Рады пленадной в этом году. После новогоднего перерыва депутаты снова в сессионном зале. Табло показывает зарегистрировавшихся в повестке дня десяток законопроектов. И первая пятерка судебной реформы. Пока не будет реконструировано дом, нужно хотя бы сделать ремонт в этой комнате, чтобы в ней можно было жить. Только комната. Это все, что касается судей. И назначения, и увольнения, и перевод. Все процедура. Подвищены профессиональные требования к кандидатам на посаду судей. Расширяется перелик видов дисциплинарных санкций о суде. Сейчас есть только два видов дисциплинарных санкций. Это догана и звольнение. Запроваджаются семь видов. Уменьшение политического вплива на судей. Это очищение судовой системы. Все члены высшей рады юстиции должны быть погодены с судьями. То есть для того, чтобы гарантировать, что любой судья, который будет выведен из системы, не смог вернуться. Два законопроекта из пяти. Президентский и от депутатов зал поддержал. В первом чтении законопроекты не альтернативные, а больше конкурирующие. Теперь из двух будет лепить один. Судовая реформа не то, что назрела, а давно перезрела. И люди уже втомились ждать, когда мы наконец выполним обещания, которые мы им давали. Все разом, что суды будут честными и справедливыми. Я очень ждал, что в 14 дней завтра, большую количество поправок и профессиональную работу. Но только публичные заказы. Спасибо. С таким же успехом проголосовали и два следующих постановления. Это Анна Десавченко. Парламент снова обратился к ПАСЭ и миру относительно ее освобождения. Следующий законопроект тоже идет на ура. Голосуют за то, чтобы жители зоны АТО не штрафовали за неуплату коммуналки. Майно и нерукомость не можно будет у них выучать, чтобы покрывать будь-якие выдатки в том, чтобы оплатить коммунальный тариф. А вот следующее предложение оппозиции касательно Донбасса пока без поддержки. Переважная большинство граждан нашей страны выступает за то, чтобы Донбасс берегся в составе Украины. Поэтому парламент должен ответить на этот заказ. И парламент должен создать такую законодательную базу, которая и тактично, и стратегично повернет частину Донбасса до склада Украины. Поэтому наша партия пропонует и иницирует створение окремого комитета по Донбассу. Не поддержали в зале и законопроект об энергоэффективности зданий и отправили его на доработку с просьбой не вводить дополнительные сертификаты. Прошу во втором чтении, когда будет рассматриваться и законопроект по газкам в том числе, не вводить никаких новых систем выдачи документов на объекты первого, второго, третьего уровня. Пусть будет тот же декларативный принцип. Это полностью соответствует Европе. Нельзя под европейскими лозунгами создавать новые коррупционные кормушки. Но, пожалуй, самая жаркая дискуссия в зале разыгралась к обету. Володейр Борисович Гройсман попросил, чтобы я выбочился за то, что назвал его олигархом. Выбочайся, помилился. Он биле олигархов только стоит. Олег Валерьевич, вы стояли только что биле меня. Если вы олигарх, я начинаю вам немного заздреть. И улыбки, и пылкие выступления – это все во время обсуждения законопроекта, который уже окрестили как антиолигархическую декларацию. Документ, который снижает форум для проведения собраний акционеров. Мы имеем ситуацию, когда номинально держава – властник, а реально державной властностью используются олигархи. Моим законопроектом пропонуется снизить форум для принятия решения в частях, где есть державная властность в акционерных товариствах, до 50% плюс один голос. По сути, этот законопроект касается одного предприятия в части госактивов «Укрнафта», где 50 плюс 1% акций принадлежит государству, 42% о группе «Приват», без которых до сегодняшнего дня нельзя было принять ни одного решения из-за нехватки форума. Не секрет, что Игорь Коломойский контролирует предприятие «Укрнафта», владеющим лишь 43% или 44%, тогда как держава владеет более 50%, но не может проводить сбор акционеров, когда она хочет, поскольку есть этот закон про акционерное товариство. До сих пор не перерахованы даже дивиденды, которые уже были решением акционерных сборей. Решено направить к державе, то есть почти 2 млрд грн. они зависли и не получили государственным бюджетом Украины. Держава, после того, как этот закон будет подписан, отримает право призначити державный менеджмент на Укрнафте, те, чего не было понад 12 лет. Автор законопроекта Ляшко уже поделился смс-ками от Днепропетровского губернатора и предложением от него договориться. Примечательно, что законопроект коалиция поддержала неоднозначно за только 230 депутатов. Против выступил практически всем составом Народный фонд. Екатерина Лысенко, Ирина Романова, Вадим Сверидонов, Иван Дермаков. Подробности телеканал Интер. Новый день, новая взятка. Сегодня на ней погорел начальник Уманского управления агропромышленного развития Артур Житниковский. Требовал 10 тысяч гривен у местного предпринимателя за выдачу актов на посевные площади. Бизнесмен сообщил об этом в управлении по борьбе с организованной преступностью. Чиновника задержали в кабинете в момент передачи денег. На должность начальника управления агропромышленного развития Житниковского назначили в мае прошлого года. Ну а в Ривне уже второй день говорят о более крупной взятке более крупного чиновника. Как погорел первый замгубернатора и как он перед этим успешно прошел иллюстрацию. Подробнее Инна Белецкая. Вторым по значимости чиновником в Ривненской области Тарас Пустовиц стал сразу после Евромайдана. Губернатора тогда назначали по парламентским квотам. А те водили кандидатов свои заместители на иллюстрационные комитеты. Проходил такой и Пустовиц. Говорил о революционном и мерзком прошлом. О честности и о Боге. И о дешевых часах. Тарас Пустовиц был мером райцентра Острог. Там же остался жить, уже став первым замом губернатора. Вот в таком двухэтажном домике за высоким непрозрачным забором. Пока должность руководителя области занимал свобода. Ведь Сергей Рыбачок, кстати, близкий друг Пустовито. О первом заме мало слышали и не часто его видели. Замечал главу УГА, руководил комитетом по проведению конкурсов по пассажирским перевозкам. И вот в Ривне меняют губернатора, а тихого Пустовито берут на взятки. Прямо в машине, недалеко от его дома. В прокуратуре уже требует через суд арестовать все имущество задержанного. А его новый шеф Виталий Чугунников тут же собирает пресс-конференцию. Ривненские перевозчики, которые теперь из-за расследования практически все попали под подозрение в даче взяток, к чиновникам, комментировать ситуацию с задержанием замгубернатора отказывается. Но не на камеру говорят взятка 8 тысяч долларов за победу в конкурсе на обслуживание нескольких областных маршрутов уж слишком крупная. Теперь вопрос, что займет кресло отстраненного Пустовито и удастся ли ему разрушить коррупционные схемы в конкурсах для перевозчиков. Так или иначе, единственным неоспоримым фактом есть то, что кто-то все-таки передал представителю постмайдановской власти крупную сумму. И представитель революционной власти ее взял. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Ривне. Невидимая рука семьи Януковича. Пока Интерпол тщетно ищет беглого Эдуарда Ставицкого, он успешно выводит свои активы из Украины. О десятках миллионов, которые вместо бюджета страны отправились в сторону Кипра. Подробнее Алексей Пшемызский. Вместо золотого батона он мог построить себе целый золотой хлебобулочный завод. Беглого экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого, в доме которого нашли 42 килограмма золота, еще с августа ищет Интерпол. А тем временем он успешно выводит из Украины свои активы. Будучи министром, Ставицкий сполна пользовался хлебосольностью украинской земли. Правда, в основном нефтью и газом. Конвертировал их в доллары и элитное жилье. После возбуждения уголовного дела генпрокуратура арестовала пять имени беглеца. Но это оказалось не все. Этот огромный дом на Печерске в центре Киева еще до октября прошлого года числился в собственности тещи Ставицкого, Валентину Шаковой. Его цена миллионы евро. А вот теперь оказалось, именно в октябре право собственности перешло кипрской компании Маговения. Вот документы. Ее связывает семья Януковича. А вот еще один дом, офисный центр на Шатару Ставели. Стоимость одной комнаты в этом здании от 300 тысяч долларов. А их тут несколько десятков на каждом этаже. Бывший собственник здания Елена Ставицкая, жена беглеца. В конце прошлого года она успешно переписала право собственности на очередную кипрскую компанию. Кто и как помогает беглецу выводить из страны средства? Предстоит выяснить генпрокуратуре. Мы уже отправили туда запрос. Сам Ставицкий, кстати, получил израильский паспорт. И, вероятно, проживает в одном из элитных районов Тель-Авива. И выдадут ли ему Украине? Мольшой вопрос своих граждан Израиль выдает крайне неохотно. Алексей Пшимызкий, Сергей Коваль. Подробности телеканал Интер. Пытали ли активистов Евромайдана? Совет Европы говорит да. А вот кто, на этот вопрос ответа пока нет. Подробнее об отчете комитета по предупреждению пыток. Ольга Теребинская. Разгон Майдана, расстрел на институтское, похищение активистов. Все это намеренное и унизительное отношение правоохранителей к митингующим Евромайдана. Об этом идет речь в отчете комитета по предотвращению пыток Совета Европы. Его обнародовали сегодня. В то же время в документе указано, Европа сомневается в присутствии на Майдане иностранных спецслужб. Так как украинские власти такую информацию и не подтвердили, не опровергли. А показаний пострадавших для такого итога недостаточно. Теперь в Европе ждут результатов расследования. Это не мета Ради Европы, это не мета правозахисных организаций встановлювать, чи были там какие-то российские, чи другие спецслужбы. Это, в первую очередь, обязанность влады Украины, органов расследования Украины, встановить, что же, власне, произошло на Евромайдане. Мы до сих не знаем, кто отдавал случайные наказы, кто их выполнил. Лише одиницы притягнуты до ответственности. Не только Совет Европы ждет результатов расследования, но и сами пострадавшие и родственники погибших. Пока что досудебное расследование завершено только по нескольким эпизодам. Убийство журналиста Вячеслава Беремье и расстрел людей на Институтской. Например, до сих пор не арестовали подозреваемых в организации жестокого разгона студентов Севковича, он тогда был замсекретаря СНБО, и коряка, бывшего начальника столичной милиции. Ничего не говорят о роли российских спецслужб, никто не знает, где командир Верхут и Садовник, но пострадавшие взяли инициативу в свои руки. Готуются документы, и уже, я сподіваюсь, переданы документы до Международного криминального суду в Азии про вчинение злочину против людяностей. Мой отец погибал 20 лютого, біля Жовтневого палацу. Мы не очікуємо, мы діємо, скажемо так, мы шукаємо постійно свідки, фото, відео, докази, збираємо їх, аналізуємо, передаємо ці дані до Генеральної прокуратури. Какова реакція наших правоохранителей на этот отчет Совета Европы, пока неясна. Мы отправили соответствующие запроси в СБУ и ГПУ. Ждем ответов. Ольга Теребинская, Владимир Самченко, подробності телеканал «Интер». Высшая мера для нечистих на руку чиновников, которые пытаются нажиться за счет солдат на передовой. Кто заговорил о смертной казні, расскажет Татьяна Овенникова. С начала режима перемирия с 5 сентября прошлого года и по сегодняшний день 162 украинских военнослужащих погибли. 300 с ранениями в госпиталях, почти 300 считаются пропавшими без вести, еще 185 бойців в плену. Это официальные данные Генштаба. За это время боевики более 5000 раз обстреливали нашу позицию. Только за минувшие сутки 84 атаки. Есть погибшие и раненые. Активизация агрессивных действий с боку террористов впродовж последних дней та спроби змінити лінію размежування свідчать про те, что российские военнослужащие и террористы свідомо обрали тактику на эскалацию напружения на Донбасе. Для тех, кто пытается нагреть руки на бойцах с передовой, перекарманить деньги, необходимые для оборонного комплекса, пожизненное заключение или вообще расстрел по условиям военного времени. Такое наказание предложила нардеп Ольга Богомолец. Но эксперты международного права говорят, как раз в действующем украинском законодательстве таких норм нет. Это в Украине почти неможливо, власне через то, что и решение Конституционного суду, який зазначил, что смертная кара против речи Конституции, а также того, что Украина является членом многих международных договоров. Идеи смертной казни противоречат нормам европейского права. Украина не может ввести смертную казнь ни во время военного положения, которое в стране не принято, ни тем более во время мирное. В 2002-м страна подписала международную конвенцию, которая это запрещает. К тому же Украина член Совета Европы. И одним из условий вступления в этот совет была как раз отмена смертной казни. Но для тех, кто пытается нажиться на солдатах, на их обеспечении, безусловно, нужно наказание. И все эксперты соглашаются, если есть тому доказательство, наказание, безусловно, должно быть жестким. Татьяна Авинникова, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. Страшная трагедия под Волновахой. Боевики обстреляли из градов автобус с мирными жителями. Есть жертвы с нами на связи Александр Пантелеймонов. Саша, здравствуй. Расскажи все, что тебе известно. Как это произошло и сколько человек погибло? Да, Наташа, добрый вечер. Вот сейчас движение по трассе Донецк-Мариуполь все еще остается закрытым. Но нам удалось добраться до места событий. И вот что мы увидели. Буквально в 10 метрах от пассажирского автобуса разорвался снаряд Града. Осколками поразило, буквально прошило весь кузов насквозь. Погибли 10 человек. И среди погибших есть еще и 14-летняя девочка. По этическим соображениям мы не можем показать всех кадров, которые мы отсняли. Но вот что говорят бойцы. Вот здесь парень лежит. Вот здесь девчонка молодая лежит. Я сюда летал, например, камень через окно. Вот по последним данным 18 человек получили ранения. Среди них есть и тяжелые ранения. Уже известно, что одна из женщин, которая попала в госпиталь и скончалась уже, прямо буквально там, не приходя в сознание. И нужно отметить, что на месте происшествия сейчас работают следователи и тела остаются пока еще в этом автобусе погибших. Все, вижу, вижу. Вот, да. Девятого человека вижу. Ну, окно вылазим, где песни. Ну, вели огонь, стреляли из градов, из Докучаевска. Это неподалеку от Донецка. Нашим бойцам удалось насчитать по меньшей мере 20 выстрелов. И все выстрелы легли достаточно кучно. Все вот в области этого блокпоста. И что позволяет предположить, что работу артиллеристов, также им помогали корректировщики. Вот этот налетел сюда, и вот это все, от этого снаряда, самое происшествие еще. Хочу отметить, что на месте обстрела нет и никогда не было позиций наших военных. На самом деле это обычный контрольно-пропускной пункт, где просто ездят легковые автомобили с гражданскими и вот рейсовые автобусы. И боевики даже поначалу в интернете хвастались тем, что обстреляли блокпост наших военных. Но когда уже выяснили, наконец, что под обстрел попали мирные жители, чего и следовало ожидать, то начали открещиваться от обстрела. Примерно за 25-30 минут до обстрела Донецкое КП было перекрыто, и было перекрыто КП на Еленовке. Вышло три Града, то есть три машины Града. Люди видели эти машины, люди видели, как эти машины шли на Докучаевск, то есть полностью заряженные. Ну вот результат. Ну вот мы будем продолжать следить за событиями, за этой страшной трагедией. Пока у меня все, Наташа. Спасибо, Саша. Александр Пантелеймонов о подробностях сегодняшней трагедии. Боевики обстреляли автобус с мирными жителями. Сейчас у нас на связи Руслан Смещук. Руслан работает в зоне АТО. Руслан, здравствуй. Какие новости у тебя? Наталья, ну вот самая горячая точка остается Донецкий аэропорт. Боевики изо всех сил пытаются выбить оттуда украинских военных. По позициям защитников аэропорта постоянно работает артиллерия, грады, минометы и танки. Сегодня из-за массированного обстрела рухнула диспетчерская вышка. Вот так же сегодня боевики предъявили ультиматум, или силовики покидают свои позиции, или те начинают штурм. Украинские солдаты продолжают удерживать свои позиции, свои рубежи в Донецком аэропорте. Еще одна горячая точка, это Дебальцевский плацдарм. Сегодня мы работали в районе поселка Никишино. Он сейчас является закрытым местом для журналистов, так как почти вот каждый день позиции военных там обстреливают по несколько часов. Достается и солдатам, и мирным жителям. Сегодня во время одной из таких бомбардировок поселка Малаорловка погиб как минимум один человек. Есть сближение обстреливов по школу сбройни. Туда учила меня, и учила так вот, что тут, там, да, ну, я как-то по-русамбестонно. Такое, что тут учила меня. Люди, живущие в том районе, напуганы. Кто мог, уехал или вывез детей, школа не работает. Ну, а те, кто остался, рассказывают. По ночам часто не спят, а прячутся в подвалах. Все дергаются, все боятся, все разбегаются. Тяжело очень, морально тяжело. Если же говорить о ситуации в зоне проведения антитеррористической итерации в целом, то происходит явная эскалация конфликта практически по всей линии фронта. Студия. Спасибо, Руслан. Руслан Смещук был с нами на связи из зоны АТО. И о жизни в оккупированных городах нам каждый день рассказывают сами жители по телефону, что они видели и слышали сегодня. Послушайте Донецк и Луганск. Сегодня всех районов города, в том числе и центра, бьет все подряд. Грады, гаубицы. Вы слышали, как работают ураганы. Кроме того, что появилось что-то новое, просто невероятное. Оно стреляет редко, одиночными выстрелами. Но раскаты такие, что, например, получаешь легкое сотрясение мозга, начинает очень болеть голова почти моментально. Такое ощущение, что рвется очередная коробка. Кто был за периметром нашего города, кто вернулся из пригородных городков наших, говорят о том, что идут очень серьезные бои. Пострадало несколько сел, прилегающих к городу. И в нашем лексиконе сейчас появилось новое слово «блокада». Об этом даже говорят наши дети. По улице Университетской сегодня ездило отстрелянных 5 градов, как пустых уже. Много таких ситуаций, когда ездят боевики и столкновение своих машин, то есть аварийные ситуации на дорогах. В Ленинском районе, это район Басе, у нас есть там рынок обычный продуктово-продовольственный. Заехала машина «Жигули» обычная, открыли окна и стреляли из автоматов вверх. В город у нас все труднее попасть. Ассортимент продуктов в магазинах у нас резко сократился. Особенно тяжело стало с молочными продуктами. Пять самолетов с этническими поляками, проживающими в зоне АТО, с помощью польского правительства, вылетели из Харькова в Мальборок. Это город в Польше. Почти два месяца они собирали документы, подтверждающие польские корни. Теперь 122 человека – обладатели так называемой «карты поляка». По упрощенной схеме им оформили годовые визы. В Польше украинцы смогут устроиться на работу без дополнительных разрешений. Президент Петр Порошенко встретился сегодня с миллиардером, филантропом Джорджем Соросом. Решали, как увеличить международную помощь Украине. Киев рассчитывает на дополнительную финансовую поддержку от Евросоюза. Для этого, по мнению Сороса, нужно не сворачивать с пути реформ и доказать, что новая Украина отличается от старой. Петр Порошенко убежден, что создание антикоррупционного бюро станет четким сигналом, что страна готова победить коррупцию. В конце января на экономическом форуме в Давосе Порошенко и Сорос продолжат переговоры о деньгах для Украины. Европа должна помочь внедрить масштабные реформы, которые Украина хочет провести. Эти реформы требуют средств, которых в данный момент у Украины нет. Ведь страна сейчас вынуждена защищать себя. В Израиле сегодня хоронили погибших в парижских терактах. К чему призывает Европу израильский премьер и к чему готовятся сами израильтяне? Подробнее обо всем Сергей Услендер. Он в Иерусалиме. Специальный рейс авиакомпании «Эляль» сегодня доставил в Израиль тела четырех погибших в теракте в супермаркете. Родственники Йоанна Коэна, Йоава Хаттаба, Филиппа Браама и Франсуа Мишель Саада решили похоронить их в Израиле. Похоронили их сегодня же на кладбище Гевад Шауль в Иерусалиме. Было много людей, в том числе первые лица государства, премьеры, президент, члены правительства, депутаты Кнессета и просто жители города. Говорили о причинах трагедии, о той небывалой волне антисемитизма и ненависти, которая захлестнула Европу. О том, что Запад столкнулся с тем, с чем Израиль имеет дело по сути всю свою историю. И о том, что Израиль может помочь Европе в борьбе с террором, но и Европа должна помочь Израилю. Я говорю это в течение многих лет. И скажу снова, эти убийцы не являются врагами еврейского народа. Они враги всего человечества. И пришло время для всех просвещенных людей объединиться и искоренить их. Впрочем, евреи и Франции, судя по всему, решили не дожидаться полного искоренения зла, опереждать смутные времена на земле обетованной. Эксперты прогнозируют, что власти готовятся к сильнейшему наплыву эмигрантов из Пятой Республики. Собственно, первые самолеты с новыми репатриантами оттуда уже начали прибывать. Всех желающих переехать в Израиль пригласил премьер Нетаньягу во время своего недавнего пребывания в Париже. Любопытно, что эксперты в области строительства прогнозируют, что переезд даже 1% евреев в Франции в Израиль может обвалить местный рынок недвижимости. Жилья не хватает даже для своих, а строительство его идет очень медленными темпами. На сегодняшний день правом на переезд в Израиль во Франции обладают 1,2 млн человек. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Прощались с погибшими и в самой Франции, а тем временем у Шарли Эбдо уже есть обложка нового выпуска. Что там изображено, что говорят мусульмане, и почему американцы обсуждают или осуждают Обаму, подробнее София Гордиенко, наш европейский корреспондент. Если во время марша мира президент Алан не проронил ни слова, то сегодня он говорил много и долго о погибших полицейских. Марселец Франк Бринсалара, сотрудник спецслужб, был представлен охранять карикатуристов после предыдущих угроз. Француз алжирского происхождения Ахмед Мираве, мусульманин. И темнокожая Клариса Жан-Филипп, родившаяся на Мартинике. Все они сегодня посмертно стали рыцарями почетного легиона. Жан-Филипп Клариса, посвящаю вас в рыцаре почетного легиона. Лидеры страны сегодня всеми силами призывают не путать грешное с праведным, то есть террористов и мусульман. Практически из каждого телевизора вещают имамы. Они выражают свои соболезнования семьям погибших, а также призывают верующих, особенно радикальных, не лезть в дела Всевышнего. Мол, он сам разберется. Не надо защищать пророка Мухаммеда. Аллах велик. Он достаточно всемогущ, чтобы самому о нем позаботиться. Правительство сегодня в срочном порядке соберется на заседание, посвященное безопасности. Впрочем, рецепты уже давно известны. Не интернет и мечети радикализируют французскую молодежь. Любить Аллаха странную любовью их учат в тюрьмах, а они здесь переполнены и неуправляемы. А новая обложка газеты Шарли Эбдо будет выглядеть вот так. Заголовок «Все прощено» и под ним пророк Мухаммед с табличкой «Я Шарли». Нравится ли она мусульманам? Я против. Считаю, нечего трогать пророка. Но мне это не очень нравится, что его вот так изображают. Ага, все прощено. Ну, это неплохо. Это немного успокоит эмоции. Но тот факт, что новый номер продолжает дразнить обывателей, значит, что газета сохранила свой дух. А вот будут ли внутри карикатуры на мировых лидеров, которые прошлись по Парижу в знак протеста против терроризма. Вся мировая пресса сегодня обсуждает вот этот момент единения, а также отсутствие одного из самых знаменитых борцов за демократию, Барака Обаму. Чем он занимался в момент марша мира, как знать. Но отсутствие точно не пошло ему на пользу. Как это нас там не было, если это мы изобрели свободу? Там даже представители России, где постоянно гнобят журналистов. Даже турки, которые сажают журналистов в тюрьмы, были там. Бросивший в тюрьму палестинского карикатуриста Израиль там был. Ну и наша любимая Саудовская Аравия, где пару дней назад розгами высекли блогера. Мог Обама хоть дружбана послать? Техасский конгрессмен Рэнди Уэббер в своем твиттере тоже раскритиковал Обаму. Сказал, что даже Гитлер добрался до Парижа, хоть и не с благими намерениями. А Обаме вот было не в досуг. Отголоски убийств художников будут еще долго слышны, но изменят ли они систему? Изменят ли они страну? Или опять после громких заявлений во Франции и в мире тюрьмы будут продолжать воспитывать радикальных псов-господних, которые лучше всех знают, кому в этом мире стоит жить, а кому нет? София Гордиенко, Василий Трушковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Но в Берлине в эти минуты акция в память о жертвах терактов в Париже. Кто ее организовал? К чему призывают немецкие политики? И почему многие в Германии с этими призывами не согласны? Об исламофобии и исламизации. Татьяна Лугунова. Она в Берлине. Площадь у Бранденбургских ворот. Лучшего места для акции солидарности в Берлине не найти. Символично все. Здесь главная достопримечательность страны ворота. Здесь же на площади находится посольство Франции. Да и сама она называется Парижской. Акцию в память о жертвах парижских терактов организовали представители мусульманских общин Германии. К ним присоединились и немецкие политики. Президент Юахим Гаух, канцлер Ангела Меркель, министры и депутаты Бундестага. Винки к французскому посольству. Минута молчания. Затем речи со сцены. Прийти и послушать Меркель приглашала немцев лично. Эта акция будет сигналом, что разные религии могут мирно сосуществовать в Германии. Бывший президент Кристиан Вульф как-то сказал, ислам это часть Германии. Я тоже так думаю. Повторять эти слова и громко для немецких политиков сейчас очень важно. В Германии становится популярным новое движение Пегида. Европейские патриоты против исламизации Старого Света. Они требуют от властей ужесточить иммиграционное законодательство и принимать меньше беженцев. Свои акции проводят по понедельникам. Провели и вчера, несмотря на призывы воздержаться от митингов. В Берлине и Дюссельдорфе демонстрации были немногочисленными. Но в Дрездене, где зародилось движение, на улицы вышли 20 тысяч человек. С немецкими флагами и плакатами. На прошлой неделе Париж. Завтра вся Европа. Никто не имеет права на нацистскую пропаганду. Беженцам здесь рады. Это уже лозунги противников Пегиды. Они тоже вчера вышли на улицы Берлина, Дюссельдорфа и Дрездена. Пегида в Дрездене это уже плохо. И я, как жительница Берлина, хочу сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось и здесь. Противников Пегиды с каждым днем все больше. И на улицы они выходят сами, без организаторов или призывов политиков. Во что это все выльется, увидим позже. Татьяна Лугунова, Вячеслав Пролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Британские бирминги, мусульмане и американские журналисты. Теперь уже подмочены репутацией. За что ему пришлось извиняться перед английским городом? И чего ему будет стоить эта ошибка? Светлана Чернецкая из Лондона. Британцы ополчились против американского журналиста. Стив Эммерсон занимался расследованиями на CNN, написал шесть книг по терроризму. Его часто приглашают на эфиры как эксперта. Телеканал Fox News, освещая теракты во Франции, спросил мнение Эммерсона по поводу так званых закрытых исламских районов в Европе, контролируемых религиозными общинами. И вот какой был ответ. В Британии существуют не только закрытые зоны, а целые города, такие как Бирмингем, который полностью мусульманский и в которые не мусульмане даже не потыкаются. Бирмингем второй по величине город Соединенного Королевства. И в нем, по утверждению Эммерсона, власть полностью передана шариатскому суду. Ислам в городе действительно вторая по популярности религия после христианства. Мусульман там и правда много. Но явное преувеличение Эммерсона, что в город страшно ехать иноверцам, вызвало не только шквал критики, но и волну саркастических комментариев в соцсетях. Вот только несколько твитов. Это карта террористического движения в Ираке и английский Бирмингем в центре страны. А вот так выглядит ужасающий мусульманин на границе города, защищая его от неверных. В общем, британцы в очередной раз блеснули остроумием. Премьер Кэмерон в выражениях тоже не постеснялся. Когда я услышал комментарий эксперта, я чуть не подавился овсянкой. Подумал, может это 1 апреля. Этот парень, очевидно, полный идиот. Сам Эммерсон ошибку свою осознал и не устает извиняться перед британцами, особенно жителями Бирмингема. В местной газете вышла его публикация с раскаянием и обязательством поддержать город благотворительностью. И журналист уже сдержал обещание. Онкопалата Бирмингемского детского госпиталя получила 500 фунтов. Это около 13 тысяч гривен. Но вот репутационные потери. Телеканалу Fox News тоже пришлось извиниться за высказывания Эммерсона. И вопрос, пригласят ли его еще когда-либо на эфир. И вообще, чего теперь будут стоить все экспертные комментарии, книги и расследования журналиста. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер. Розовые стринги для вождя. Кто решился на такое в России? Об этом чуть позже. Смотрите нас. Бунт в Одесской области. Сотни инвалидов-переселенцев с Донбасса готовы на крайние меры. Что там происходит? Чего требуют люди? Об этом Андрей Анастасов. В Одесской области живут порядка тысячи инвалидов с Донбасса и сопровождающих их родственников. Все они распределены между четырьмя санаториями. В принципе, ситуация везде плачевная, но наиболее тяжелая в санатории Эспиранца в поселке Сергеевка. 200 человек, многие из которых колясочники, остались без какой-либо помощи государства. Им даже есть нечего. И вот остались и без еды. Пенсии еще нет. Что мне вежут, как жить. До сих пор все на своем горбу тащили волонтеры. Но вот и их ресурсы практически на исходе. А долг самого санатория перед кредиторами перевалил за 7 миллионов гривен. Любые продукты питания, которые есть, будем рады. Людей надо чем-то кормить. Устав писать письма во всевозможные инстанции, сегодня инвалиды приехали в Одессу. Обещают пойти на крайние меры, если правительство их не услышит. Обставляют на свое право на объявление бессрочной голодовки, несмотря на ее последствия для нашего здоровья. 165 подписей. Чиновникам дали ровно 5 дней. Главное требование, чтобы правительство командировало своего представителя, который бы лично убедился в том, что происходит. Некий чиновник центральной власти, который должен вникнуть в проблему и начать свою деятельность, то есть внутри уже в Киеве, начать эту программу создавать или решения какие-то принимать. На угрозы инвалидов тут же отреагировали местные одесские власти. Они собрали свою пресс-конференцию и предложили инвалидам переселиться в другие санатории региона. Мы готовы предоставить транспорт, предоставить все возможности для того, чтобы переселить людей туда, где есть возможность кормить им до определенного периода. Впрочем, такое предложение сами инвалиды сразу отвергли. Говорят, санатории, о которых идет речь, просто не предназначены для колясочников. Услышат ли их в Кабмине? Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Два миллиарда долларов такую сумму собирается выделить в Украине правительство Соединенных Штатов. Это часть международного пакета помощи для избежания банкротства. Премьер Яценюк уже сообщил, что ждет первый миллиард в первом полугодии при выполнении условий МВФ и второй поступит во второй части года. Но на что пойдут эти деньги, не уточнил. Исламисты взломали Пентагон. Правда, лишь страницы в Ютьюбе и Твиттере в ведомстве уверяют, что до секретной информации они не добрались. А вот в самой Америке опасным становится метро. Что там происходит, подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Сбой накануне дала вашингтонская подземка. Она никогда не славилась оперативностью и технологичностью. Поезда ходят редко, да и странный запах в туннелях горожане за последнее время ощущали уже много раз. Станция Ленфан-Плаза находится в самом центре Вашингтона. Здесь пересекается аж пять линий подземки. Буквально рукой падает как до Белого дома, так и до Капитолия. И именно здесь, в самый час пик, вдруг началось задавление. О причинах до сих пор ничего неизвестно. Но в результате один человек погиб и около 90 обратились в больницы. Уже точно известно, задымление возникло в туннеле. Хуже всего довелось пассажирам поезда, который застрял между станциями на перегоне. Ведь если людей со станции, сотрудники метро начали вводить довольно оперативно, то те, кто находился в вагонах, фактически попали в ловушку. Началась паника, пассажиры не знали, что делать, и это, конечно, было хуже всего. Густой дым быстро проникал во все щели поезда. На место аварии приехали спасатели, полицейские и кареты скорой помощи. Подобный инцидент накануне произошел и в другом крупном американском городе, Нью-Йорке. Станция 34-я улица, самый центр Манхэттена. К счастью, там обошлось без жертв. Но американцы не привыкли к тому, что в их благоустроенных городах случаются подобные аварии. Так что под ударом уже оказались городские власти и транспортные чиновники. В ближайшее время, очевидно, грядет ряд громких отставок. Дмитрий Иловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Пикантные события, о которых молчат российские власти. Что произошло в Сибири с вождем мирового пролетариата? Подробнее Данил Русаков из Москвы. Происшествие на Пятаке, так называется, одно из мест в Первомайском районе Новосибирска. Российские СМИ старательно обошли стороны. Даже местные городские, хотя вся классовая борьба и отношения к истории там слились, что называется, в одном флаконе. Вот памятник вождю мирового пролетариата в розовых стрингах. Женские трусы Ленину нарисовали ночью. Сообщается, будто бы свидетелей вовсе не было. Городское отделение КПРФ требует найти хулиганов и наказать. По всей строгости закона сокрушается, чтобы возле монумента не было охраны. Оттого такое попустительство вышло. Всего в Новосибирске два памятника или еще. Второй как раз терегут и день и ночь. Но реакции местных властей пока ноль. Теперь основной вопрос, захотят ли кого-нибудь найти и на всякий случай наказать. Недопустимо преследовать, заводить уголовные дела или как-то наказывать, за исключением маленького денежного штрафа, при большом желании. Кстати, произошедшее с памятником Ленина, это чуть не первый инцидент. Вот так называемая «катюша», которую местные неравнодушные граждане несколько дней назад разрисовали цвета украинского флага. Как итог трех парней отправили в СИЗО по статье «Вандализм». Случится ли что-то подобное сейчас? Тема украинского ленинапада находит отклик и здесь. В соцсетях появились даже целые группы, ратающие за декоммунизацию истории и облика городов. Но нынешним властям такие порывы, похоже, не по душе. Неизвестно, правда, как именно образ Ильича сочетается с трендом этого политического сезона. Речь, конечно же, о духовных скрепах и какой-то древней Корсуне. Хотя, может, и для него место там тоже найдется. Ну, или уже нашлось. Данила Русаков и Сергей Ведмитриев, Московское бюро, телеканал «Интер». Информация постоянно обновляется на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи в подробности. Субтитры создавал DimaTorzok